Обсуждая перспективы развития северных территорий, Игорь Орлов обратил внимание главы государства на нагрузку, которую несет малый и средний бизнес в связи с северными льготами. Действующим федеральным законодательством в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, установлены меры поддержки. Северные надбавки к заработной плате, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, оплата раз в два года за счет средств работодателя, стоимости проезда и провоза багажа работника к месту отдыха и обратно, 36-часовая рабочая неделя у женщин. Все это слишком тяжелое бремя, оно не по силам небольшому бизнесу, который вынужден искать обходные пути. В результате недополучают льготы работники, а у малого и среднего бизнеса нет возможности развиваться. Об этом говорил Игорь Орлов на встрече с президентом. Владимир Путин отметил, что бизнесу нужно помогать, но и вопрос социальных гарантий для граждан нельзя оставлять за скобками. Бизнесу точно нужно помогать, но вопрос социальных гарантий для граждан, для работников тоже мы не можем оставить. Ни в коем случае. Старания за скобками. Стимул людям жить, в конце концов терпеть определенные трудности. Не нужно сохранить. Не надо, надо решать проблему. А что вы предлагаете? Есть инструмент, когда мы можем заместить вот эти обязательства, которые возникают у предприятий, через социальные страховые взносы. Как это сделано, например, по больничному, когда больничный по факту выставляется и фонд социального страхования, и эти деньги оплачивают. Давайте попросим правительство посчитать. Применение компенсационных мер в отношении малого и среднего бизнеса, о которых говорил на встрече с президентом Игорь Орлов, позволит обеспечить одинаковые конкурентные условия для развития бизнес-среды в Архангельской области в сравнении с другими регионами. И, соответственно, будет способствовать привлечению инвестиций в регион и росту активности предпринимателей, в том числе в арктической зоне России. По итогам встречи Владимир Путин пообещал дать поручение правительству Российской Федерации рассчитать расходы, необходимые для предоставления такой компенсации малому и среднему бизнесу Архангельской области.